Продолжение следует... Да и как она вообще появилась? А ответ на этот вопрос и узнаем в этом видео. Сегодня мы посмотрим на операционную систему OS2 от компании IBM. Узнаем, как она появилась в свет, установим и рассмотрим ее интерфейс. Посмотрим, что с ней стало в 2021 году и сделаем соответствующие выводы. Итак, давайте начнем. Началось все 1 августа 1984 года, когда IBM объявила о выпуске нового поколения персональных компьютеров, IBM PC AT. И приступила к разработке новой операционной системы для этих машин. Новая OS должна была преодолеть ограничение DOS на 640 кБ памяти для прикладных программ и реализовать поддержку режима многозадачности. Параллельно с разработкой Windows, корпорация Microsoft вместе с IBM включилась в активную работу по созданию системы, получившей наименование OS2. Но в октябре 1989 года сотрудничество Microsoft и IBM начинает разваливаться. Microsoft, обеспокоенная завоеванием рынка операционных систем, берет на себя разработку следующей, полностью 32-разрядной OS2 3.0, а IBM концентрируется на разработке OS2.0. Но это, по сути, был развод. Разрабатываемая фирмой Microsoft OS2 3.0 даже не сохраняет своего названия и демонстрируется на выставке Comdex 1991 под именем Windows NT, как первая Windows с вытесняющей многозадачностью. И в начале 90-х годов пути двух гигантов ITN индустрии окончательно разошлись. Microsoft, независимо от IBM, начинает разработку Windows 3.0, а позже все наработки OS2 version 3 Microsoft перенесла в новую Windows NT. Но после тех событий, Microsoft до сих пор следила за развитием этой системы и некоторые элементы интерфейса Windows 95 были взяты из OS2. А до версии Windows XP в системе даже была поддержка приложения OS2, и можно было без проблем пытаться запрутить приложение, которое предназначалось для OS2 в системе Windows. OS2 развивалась до 1999 года. Последняя версия нумеровалась как Warp 4.5, а в 2001 году компания Serenity Systems заключила партнерское соглашение с IBM и выпускает свою модифицированную версию OS2, Ecom Station, которая развивалась до 2013 года. В 2015 году появилась новая модификация под названием Arca OS, и она развивается по сей день. В обзоре принимает участие последняя оригинальная OS2 от IBM, OS2 Warp 4.5. Во время загрузки нас встречает красивый статичный загрузочный экран, и после него он встречает нас рабочий стол. На рабочем столе уже находится несколько иконок, которые открывают те или иные системные папки для быстрого доступа к настройкам системы и запуска определенных программ. Даже браузер Netscape есть в комплекте. Иконки на рабочем столе здесь не перемещаются. Снизу своего рода находится панель задач, которая содержит огромное количество кнопок. Нажатие на кнопку с логотипом системы раскрывает список, который аналогичен папкам и ярлыкам рабочего стола. Кнопка с тремя окнами показывает список открытых в системе задач, но комбинация Alt-Tab также присутствует. Нажатие на кнопку замка открывает смену пароля, а нажатие на кнопку фонарика открывает окно поиска по жестким дискам. В целом, кнопок действительно огромное количество. В правом углу панели задач находятся часы, но если нажать на них, часы сменятся на показ даты, а если еще раз так сделать, то открывается таймер. В системе есть поддержка запуска приложений из Windows 3X с помощью специальной среды WinOS 2, которая была сделана специально компанией Microsoft для OS 2. То есть мы имеем систему в системе. А теперь давайте пройдемся по программам, которые входят в комплект с OS 2. Сначала пройдемся по самому основному. Система поддерживает кучу популярных, на то время медиаформатов, поэтому в системе из коробки идет куча утилит для воспроизведения того или иного файла. А именно, программа для посмотра изображений, аудиоплеер и редактор звука, видеоплеер. Теперь к играм. Их в OS 2 не очень много, ведь вряд ли IBM рассчитывала, что все без исключения бизнесмены будут играть на работе или в деловой поездке. Поэтому на сегодняшний день мы имеем всего три игры из коробки для OS 2, и про них сейчас и пойдет речь. Шахматы OS 2. Самые обычные шахматы. На выбор дается три варианта игры. Человек с человеком, человек с компьютером и, конечно, человек с человеком по сети. Но IBM пошла дальше. В коем веке она разрешила играть компьютеру с компьютером. Звучит забавно, но компьютер здесь действительно можно заставить играть шахматой с самим же собой. Пример такой игры вы можете разозреть на своих экранах. Солитер Кландайк. Помните Солитер на Windows XP? Это, можно сказать, его прадед. Ну, а что? Все сходится. Эта игра выпущена не на Windows 9x платформе. Здесь карты, плюс еще прогресс игры практически идентичен тому Солитеру, что и Windows XP. Ну, вы понимаете, да? А последняя игра? Солитер Маджонг. Самый обычный Маджонг, только для OS 2. Ничего необычного. Что ж, графика оставляет за собой желать лучшего, но в те времена и мониторы были другие, поэтому оно особо так и не выделялось. К сожалению, система не очень богата на различный софт, который можно было вот так потрогать. Но что-то все же есть. К примеру, в системе есть Live Debugger, который запускается как служба и затем выводит все в свою консоль. Системой также поставлялся пакет среды разработки и запуска программ Java. Интерпретатора здесь, к сожалению, нет. Но это не критично. В основном программы на этом языке пишут прямо, без пробы каких-либо выражений вне среды разработки. Поговорим о стандартных утилитах. Системный редактор OS 2. Данное приложение позволяет пользователю отредактировать содержимое системных файлов, таких как, к примеру, autoexec.bat или config.sys. По сути, это очередной блокнот, почти такой же, как и Windows. За системным редактором следует улучшенный. Если та программа в краях Windows считалась блокнотом, то это полноценный WordPad. Однако, в отличие от того же WordPad, у этого редактора было неоспоримое преимущество. И дело не просто в интерфейсе. А здесь была встроенная командная строка, и поверьте, она даже работала. Файловый поисковик. Помните, как в Windows XP проводники вызывали ассистента собачку, который помогал вам найти файл? Можно снова сказать, что это его прадед. Редактор иконок. Очень круто, что IBM разрешила делать свои иконки и указатели для системы. Оно дало свободу множеству людей, и для многих оно было по фану. Когда нечего делать, ты просто запускал редактор иконок и творил чудеса. Ну и наконец, диспетчер задач OS 2. Таковым прадедом диспетчера задач Windows он не является. Но у них есть много общего. У кого-то лучше, у кого-то хуже. У всех есть свои преимущества и недостатки. К примеру, диспетчер задач OS 2 умеет устанавливать ядра процессора. Если у вас одноядерный компьютер, сработает защита на дурака. Система просто не даст это сделать. Ведь как ей дальше работать-то? К сожалению, в России эта OS в популярности не снискала. Но зато она была очень популярна в среде корпоративных клиентов и сетевиков. Но если бы не OS 2 и ее ссора с Microsoft, то сложно представить, каким был бы мир без Windows NT. Может бы все пользовались Linux? Или оригинальная OS 2 обновлялась до сих пор? Впрочем, что случилось, то и случилось. А на этом все. С вами был Даниэль. Спасибо за просмотр. Если тебе понравилось это видео, то подписывайся на канал и ставь лайк. Я буду очень благодарен. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok